В 1988 году изувеченное тело мужчины средних лет было найдено на берегу Искусственного озера в Бразилии. Его смерть считается одной из самых загадочных, когда-либо зарегистрированных. В газеты просочились фотографии с подробным описанием увечий, не характерных для человека, животного или оружия. Фотографии погибшего есть в открытом доступе в интернете, но, скорее всего, YouTube не одобрит их появление в видео. Поэтому я опубликую эти фото в отдельном ролике и буду надеяться, что его не заблокируют. Фотографии не рекомендуются к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и излишне впечатлительным. Если вы не подходите под категорию данных граждан, я рекомендую посмотреть их после знакомства с историей. Водохранилище Гуарапиранга. Здесь можно насладиться гладкими отблесками солнечных лучей на поверхности воды, заняться рыбалкой или искупаться в знойный день. Но водный резервуар не такой мирный, как может показаться с первого взгляда. Ежегодно в этих водах гибнут люди в результате несчастного случая. Сюда привозят тела убитых людей, многие бандитские группировки Сан-Паулу. 29 сентября 1988 года, прекрасным весенним днем, местный мальчик шел один по берегу водохранилища. С собой у него была рогатка, он планировал охотиться на птиц и других мелких животных. Но вдруг заметил большую стаю стервятников на противоположном берегу. Они сидели и кружились вокруг чего-то большого, похожего на тушу животного. Юный охотник сделал меткий выстрел, катапультировав камень в центр стаи. Сию секунду его охватил ужас. Он увидел сильно изуродованный труп мужчины. Он, стремглав, побежал в соседнюю деревню. Затаив дыхание, он рассказал местным жителям о своей ужасной находке. К месту происшествия прибыло отделение полиции. Во избежание посторонних глаз местность тут же была оцеплена. К утру полицейские покинули берег. Только лишь густая трава, примятая большим количеством пар обуви, могла напоминать о трагедии. В течение последующих нескольких лет ходило множество слухов об этой истории, но ни в одной газете, ни по радио, ни по телевидению не говорилось об этом. Эта история могла бы навсегда превратиться в легенду, а со временем и забыться вовсе, если бы шесть лет спустя отчет Коронера не просочился в прессу. В открытом доступе были опубликованы жуткие фотографии и подробно описано состояние тела пострадавшего. Мягко сказать, эта история не для слабонервных. Изначально фотографии трупа попали к полицейскому эксперту Робинцу Сергия. Тот передал их своему двоюродному брату осенью того же года, который, в свою очередь, поделился этой информацией с уфологом. Последний в сентябре 1993 года опубликовал материал о находке неизвестного трупа в районе Гуарапиранга. В статье «Страшное продолжение калечения животных». Год спустя была опубликована вторая статья. Затем фотографии были опубликованы еще в нескольких изданиях. И вскоре они стали известны на мировом уровне. Фотографии вызвали большую панику среди населения. В подмышечных областях с обеих сторон отверстия были сделаны ровные разрезы на лице, внутренней части грудной клетки и животе, ногах и руках. Плечи и руки имеют круглые отверстия от 2,5 до 3 с небольшим сантиметров в диаметре. Через них были извлечены ткани и мышцы. Края перфораций были одинаковы, как и их размер. Из-за удаления внутренних органов грудь уменьшилась и впала. Крови не было ни на теле, ни на траве. Губы и часть ротовой полости вырезаны. Наблюдается удаление арбитральных областей ротовой полости, глотки, шеи, правой и левой области подмышек, живота, полости таза, правой и левой области паха. Точные отверстия были обнаружены по всему телу. Они использовались для извлечения внутренних органов. Такой уровень точности и отсутствие крови предполагает, что операция была выполнена быстро с применением тепла или лазеров. И все это происходило, пока человек был еще жив. Когда коронер приступил проверять внутренние органы, он был шокирован. Обнаружив, что печень, почки и большая часть желудка, тонкий кишечник и поджелудочная железа отсутствовали, в результате этого грудь и живот сжался, запал внутрь. Однако разрезов в брюшной полости не было, кроме еще одного небольшого отверстия в области пупка. Отсюда следует вывод, что органы вместе с мышечными тканями были высосаны через эти отверстия. Совершенно необычный и совершенно неестественный метод извлечения. Мужчина был кастрирован. Все отверстия были сделаны с высокой скоростью, а также с абсолютной точностью. Раны явно не кровоточили. Либо кровь высасывалась одновременно, либо раны прижигались. Труп был полностью обескровлен. Следы гниения отсутствовали. Наиболее тревожным аспектом этого случая был тот факт, что анализы не выявили никаких признаков анестезии. Это означает, что человек был в полном сознании, и при этом он был обездвижен каким-то образом, поскольку симметричность и точность разрезов была идеальная. Имя жертвы никогда не разглашалось в СМИ. Известно лишь, что это был 53-летний мужчина, страдающий эпилепсией. У него были проблемы с алкоголем, и он часто приходил на водоем, чтобы порыбачить. Он был объявлен без вести пропавшим за три дня до того, как его тело нашли. Полиция обнаружила его одежду в лесу на противоположном берегу. Возможно, он снял ее, чтобы переплыть 80 метров на другой берег. Следователи предположили, что он мог смешать алкоголь со своим лекарством, а после большой нагрузки длительного плавания его сердце не выдержало, и он умер. Они считали, что тело подверглось нападению падальщиков, а его травмы были комбинацией разложения и нападения животных. Однако данная версия была резко опровергнута, указав, что это маловероятно, поскольку все разрезы имели неестественное происхождение высокой хирургической точности. Несмотря на явные доказательства того, что мужчина умер неестественной смертью, следователи быстро закрыли дело, определив его как несчастный случай. Заявив, что он умер от естественных причин, связанных с его болезнью и неправильным образом жизни. Поэтому история не получила широкой известности за пределами Бразилии и даже внутри нее. Стоит заметить, власти все-таки были обвинены в сокрытии многих деталей относительно этой смерти. И есть доказательства, подтверждающие это. Очень странно, что дело стало известным лишь через 6 лет, что говорит о возможном желании скрыть эту историю. К чему такая секретность, если бы эта смерть действительно была естественной? Вскрытие показало, что мужчина умер мучительной смертью вследствие болевого шока. Но главным вопросом до сих пор остается, каким образом были нанесены травмы. Однородность отверстий и тот факт, что они имеют хирургическую точность, исключает вероятность причастности к этому животных. Если предположить, что в убийстве замешан другой человек, то на мужчине, вероятнее всего, были бы следы борьбы. Да и нападавший должен был быть высококвалифицированным хирургом и иметь приспособление для извлечения органов путем высасывания, без анестезирующих или парализующих медикаментов. И с какой целью делать такие сложные манипуляции, мотив непонятен. Таким образом, версия убийства другим человеком еще менее вероятна, чем смерть по естественным причинам. Наличие отека головного мозга, беспрямого, травматического происхождения является признаком мучительной смерти. В заключении вскрытия в причине смерти прямо указывается острое кровотечение при множественных травмах. Человек умер от остановки сердца и дыхания вследствие мучительной, невыносимой боли. Вероятнее всего, органы были удалены через отверстия в теле. Большинство сходится во мнении, что в этом убийстве замешаны существа не с нашей планеты. Многие ученые считают, что мужчину похитили неживые существа, а ответственные за это преступление инопланетяне работают с помощью искусственного интеллекта, инопланетных роботов. Быть может, существуют организованные расы роботизированного разума. Настоящие инопланетные существа, состоящие из космической плоти и крови, управляют роботами на расстоянии. По крайней мере, это соображение объясняет, почему тот, кто совершил это бесчеловечное преступление, выбросил труп мужчины как мусор, без малейшей попытки скрыть его тело. Это убийство особой жестокости и полностью аморального характера. Существа, которые сделали это, явно не имеют чувства сострадания. Они выполняли свою задачу точно и эффективно, не заботясь ни о морали, ни о сострадании. И зачем им тогда убивать человека, прежде чем извлекать нужный материал, разум, стоящий за этим, не заботится о боли, которую перенесет жертва. Безусловно, это была мучительная смерть. Могут ли люди сделать это? Если вы скептически относитесь к предположению, что это увечья было делом рук инопланетян, тогда я хочу спросить вас, кто еще мог это сделать? Возможно, вы слышали термин «нанесение увечий скоту» случаи увечья крупного рогатого скота встречаются гораздо чаще, чем случаи увечья людей. Тем не менее, этот случай в Сан-Паулу и сотни случаев калечения крупного рогатого скота имеют поразительное сходство. Сходство в точности вырезанных и выдолбленных органов, весьма похоже на то, что случилось с человеком в Сан-Паулу. Ученые отмечают следующие особенности повреждений животных. У женских особей удаляются глаза, у мужских либо не удаляются, либо удаляется один глаз. Половые органы удаляются у животных обоих полов, удаляется ректальная область с частью прямой кишки. По краям разрезов отмечаются ожоги, что наводит на мысль об использовании некого инструмента с высокой температурой режущей кромки. Что это за инструмент, непонятно, но нож таким быть не может. В трупах отсутствует кровь. При этом следов крови нет на грунте и поблизости. Иногда отсутствует спинномозговая жидкость. Иногда отсутствуют внутренние органы. Иногда отсутствуют губы и язык животного. В октябре 1982 года ветеринар, который пожелал остаться анонимным, исследовал корову, найденную искалеченной на ранчо около границы Колорадо. После проделанной работы он признался, он никогда до конца не верил, что может быть что-то подобное, пока не обследовал корову. Глазное яблоко, оптический нерв и глазные ткани были удалены настолько тщательно и настолько чисто, что ученый остался в недоумении, как это было проделано. В конце 80-х годов специалист по продажам лазерной техники сказал, чтобы делать разрезы, похожие на те, которые были описаны в случаях калечения коров, потребовались бы лазерные установки весом около 250 кг и размером со среднеофисный стол. С существующим на то время известным лазерным оборудованием такая объемная хирургическая манипуляция на одной только корове должна занимать не менее часа в условиях госпиталя. Он также приметил, что это оборудование стоит очень дорого, приблизительно 20 тысяч долларов, не включая стоимость электрического генератора. Электропровод должен быть рассчитан на 220 вольт и, возможно, потребовалась бы специальная проводка. Никто точно не знает, какое количество животных подверглось нападениям за многие годы по всему миру. 15 октября 1997 года на Центральном телевидении Бразилии публично заявили, что странная гибель мужчины имела место на дамбе Беленгиз, а вовсе не на дамбе Гуарапиранга. Очень странно, как можно было не специально перепутать место происшествия, ведь дамбы находятся примерно в 70 километрах друг от друга. В 2006 году в Бразилии произошло еще одно подобное убийство. Жертвой был молодой парень, у него были удалены глаза и искалечены губы, на голове и руках остались ожоги. Характер ранений примерно такой же, как и у мужчины, которого нашли на берегу водохранилища. К сожалению, ничего более об этом случае не известно. То, что случилось с этим человеком, выходит далеко за рамки жестокости. И если вы скептически относитесь к тому, что это были инопланетяне, то я хочу спросить у вас, кто еще мог это сделать. Поддержите видео комментарием и лайком, а канал подпиской. Берегите себя и своих близких, и никогда не причиняйте боль другим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!